Совет старейшин. Так мэр города Мячеслав Гой назвал клуб руководителей ветеранов Гродно. В него вошли люди, у которых за плечами богатый жизненный опыт и немаленький багаж знаний. Каждый из них – профессионал своего дела. Многие специалисты в сфере образования, сельского хозяйства, некоторые всю жизнь трудились на мебельных предприятиях, поднимали на ноги химическую и энергетическую промышленность. Кто-то – мастер дел медицинских. И несмотря на то, что они уже на заслуженном отдыхе, их советы нужны и важны властям города. Как и каждый год, в преддверии дня освобождения Гродно от немецко-фашистских захватчиков, в городской мэрии состоялась встреча участников клуба руководителей ветеранов с руководством Гродно. Мы сегодня собрались в преддверии освобождения нашего города Гродно от немецко-фашистских захватчиков поговорить о перспективах развития города, о том, что будет, что у нас в планах, провести небольшую дискуссию. Мы должны сегодня услышать максимально вопрос от этих людей, которые действительно прошли жизненным опытом своим. И что-то мы должны обязательно услышать, подсказки их, что мы должны сделать в городе, чтобы он стал еще красивее, уютнее и привлекательнее для всех, для гостей и туристов наших. На встрече также обсуждался вопрос о назначении даты для празднования Дня города. В этом году нашему Гродно исполняется 887 лет. Он один из самых старейших и красивых городов Беларуси. Предварительно для его дня рождения были выдвинуты третьи выходные сентября. Также на встрече мэр города рассказал о мероприятиях на 16 июля. В преддверии праздника я хочу пригласить всех на митинг. Во-первых, мы по городу, по всем обелискам, по всем памятникам, по всем памятным знакам мы возложим цветы. Дань уважения тем людям, которые освобождали наш город. К сожалению, таких людей уже в городе у нас осталось очень немного, которые освобождали город. И мы преклоняемся перед ними. Всем жителям города Гродно я пожелаю, конечно же, здоровья, удачи, благополучия. Всегда, чтобы над нами было, над нами гродницами, над нами белорусами, всегда мирное, прекрасное небо. Всего наилучшего. До начала встречи члены клуба руководителей и ветеранов посчитали своим долгом почтить память погибших во время войны героев. Заслуженные труженики самых разных отраслей, которые своими руками поднимали народное хозяйство прямо с пожарищ, возложили цветы сразу к трем памятникам. Почтенно они поклонились мемориалу на Кургане Славы, с уверенными лицами твердой рукой положили красные гвоздики на воинском кладбище на улице Белуша. Последней точкой их маршрута стал вечный огонь на площади Ленина. Многие из ветеранов труда видели войну своими глазами, будучи детьми, и современному поколению теперь желают только одного – сохранить мир. Таких людей, как я, называют «дети войны». Ну что характерно, уже прошли годы, да, а отдельные эпизоды войны никак из памяти не уходят. А наоборот, отдельные эпизоды, касающиеся лично моей семьи, они как-то обостряют чувства. И с каждым разом как-то еще больше задумываешься, что надо беречь мир. Отчасти, благодаря этим ветеранам труда, сегодня мы имеем чистый, красивый город, который идет в ногу со временем. И пока есть с кого брать пример и на кого равняться, молодежь должна стремиться к одной, самой главной цели – сберечь мир над головой. Вероника Цыганок, Сергей Печерица, Новости Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова